Ребята, всем привет, всем привет! С вами Радекс. Сегодня такой необычный день. Я еду в Липецк. Ну, точнее, не в Липецк, а в несколько городов Липецкой области и Воронежской области. В том числе и сам Воронеж. В общем, тут я еду в машине, активно играет радио. Хорошо, что все сидят, ну и не мешают мне записывать видос. Одним словом, едем мы пока что хорошо. Километров через сто приедем на Куликово поле. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, привет-привет. Сейчас я нахожусь в городе Епифань. Тут, оказывается, у нас остановка произошла. Так что пока что мы не в Ельце. Вот тут вроде какой-то собор. Я даже не знаю, для чего он. Потому что он реставрируется, реставрируется уже много времени. Как-то все это странно выглядит. То есть служба в нем, конечно, проходит, но для чего? Я думаю, вам не интересно смотреть на храм, а гораздо интереснее смотреть на Куликово поле. Поэтому, друзья, встречаемся уже там. Ну все, это свершилось. Я нахожусь на старом музее Куликово поле. Как видим, вот здесь вот находится такая небольшая, такая прям маленькая аллея славы, в конце которой стоит памятник Дмитрию Донскому. Вот. Еще вот здесь вот стоит бинокль. Вот. Вообще там очень такая крутая панорама. Реально крутую панораму можно снять на этот бинокль. Вот. Ну и заселфиться тоже, в принципе, можно. В той стороне расположено само Куликово поле, на котором шло сражение в 1380 году. Вот тут вот уже часть музея. Туда расположены гранитные камни, расположены памятники, могилы очень известных людей. Вот здесь вот дорога, которая ведет вот туда, на само Куликово поле. И вот где-то вот рядом располагается новый музей. Вот. С уже другой смотровой площадкой. Но здесь, в принципе, тоже очень хорошо. Вот. И, кстати, вот там вот впереди есть, знаете что, могила неизвестного солдата. Вот. То есть очень широкое, такое просторное поле. Храм. И вот впереди само Куликово поле. Вот. Вот там вот кресты. Вернее, не только кресты. Ну, я думаю, что мы скоро заселимся. Ну, я, собственно, вам покажу номер, в котором я заселился. Итак, в общем, я заселился в сам номер. Вот, видите, вот он у меня. Вот тут красивые такие окна. Ну, а теперь мы... Вот, как видите, вот тут. Окошко такое. Я уже тут свою колоночку поставил. Заряжаться. Ну, сейчас мы идем в новый музей Куликово поле, который был открыт в ноябре 2016 года. И посмотрим, как же там круто. Смотрите, зеркала. Зачищенные до блеска. Телефон есть. Все как в настоящей гостинице. Розетки возле кровати. Ну, все прям в таком древнем стиле еще. Шкафчик есть. Но я на подоконник пока свои вещи положил. Ну, ладно. Встречаемся уже, собственно, с самым музеем Куликово поле. Погнали. Итак, друзья. Я нахожусь в музее. Это музей истории Куликовской битвы и других сражений при Золотой Орде. Вот, мы видим здесь много действительно интересных экспонатов. Сейчас я покажу вам одну крутую штуку. Это кресло. Кресло со звуком. В общем, тут звук есть. Круто. Землю за русскую и советую. Вот тут есть. Куда нажать. А тут можно громкость подкрутить. О, братья, стук стучит. Огром гремит в каменном грати. Вообще, качественное кресло. Очень хорошо. Так, это, значит, летопись. История противостояния. Тут можно нажать рукой. Допустим, вот. И вот вам картинка показывается. Короче, очень крутая интерактивная система. Вот. Вот тут у нас идет основное начало музея. Плюс музей в том, что тут есть много чего интерактивного, интересного, что можно там пооткрывать. Допустим, вот. Летопися. Вот. Такой не в каждом музее найдешь. То есть музей современный, удобный, крутой. Вот не как такие всякие краеведческие музеи. Реально большой. И очень проработанный. Вот тут Дмитрий Донской изображен. А вот это работа Павла Рыженко. Вот этот художник, он умер в 2014 году. Я даже не знаю, от чего он умер. Вот. И он еще вот такой под его руководством была сделана диаграмма. Дальше мы видим здесь строки из летописи. О, я смотрю, тут еще есть нижний уровень. С такой какой-то импровизированной пирамидой. Вот. Здесь находится челн, в котором плыли какие-то... Плыли там моряки в этом челне. Реально прикольно. Лодка такая. Из одного лишь дуба сделана. Вот. Это тоже картина Павла Рыженко. Победа Пересвета и вот здесь вот поле Куликова, вставка Мамая. Но это уже другой. Ладно, вот тут у нас идет продолжение осмотра. Мы можем пойти либо в Рыликове и Куликовской битвы, либо посмотрим вот на вот эту вот интересную крутую 3D-картину «Удар засадного полка». Вот тут, кстати, стекло. Поэтому вот так вот присоединяю, смотрю, как они тут сражались. Воу, прям очень качественно сделано уже. Продолжаем осмотр, наверное, вот отсюда вот, из левой двери. Так, сражение... Орликви и Куликовской битвы. А, ну, в принципе, можно и в эту дверь пройти, и вон в ту вот. Без разницы. Ну, пройдемте. Раз, два, три. Ха! Тут кинотеатр настоящий. Настоящий кинотеатр. Побродил, значит, я здесь по первому этажу. И тут очень много, очень-очень-очень много различных экспонатов. Я не знаю, сколько я буду обозревать их тут, но мне тут 40 минут записывать осталось. У меня записи хватает на 40 минут. Почувствую вес снаряжения русского воина. Ну, почувствуем сейчас. Так, попробуем поднять это все. Ни хрена себе, как она натянута. Я от дыши поднять все это не смогу. Ох, капец. Оно реально тяжелое. Как же оно тяжело, жесткое. Вот одна кольчуга навесит очень много. Это щит. А что с этим щитом делать? Сколько он весел проверить? Прикольно, прикольно. Это тоже можно трогать, смотрите. О, жаль, что это вынуть никак нельзя. Вот, это вот сабли. Такие у них были. У татар. И у русских. Вот. И здесь такие боевые топорики. Палицы. Вот тут вот уже трогать нельзя. Вот здесь вот воины, как видим. Образец снаряжения от Малдвилика. Тут копия. И здесь очень зерний экспонат. Можно натянуть лук. Лук. Так, а где он натягивает-то? Так, пасовываем руку. Вот это поворот. Жестко бьет, жестко. Вот тут для детей, вот тут для взрослых. То есть даже взрослым получается очень сложно натянуть такой лук. Одной рукой. Даже маленький. Не то, что мне большой. Так, вот тут сверху твое место в боевом строю. Давайте встанем, проверим. Ого! Здесь реально прикольно. Так, ну давайте теперь попробуем вот здесь вот посмотреть. А здесь тут делать-то нечего. А вот тут, в принципе, ну тут тоже особо таких крутых экспонатов нету. Прямо я имею в виду таких современных. Тут крест мы видим. Значение память Куликовской битвы. А здесь вот пирамида с построением. О, как же это красиво. Обалдеть. Теперь уходим вот с этой стороны. Сейчас мы с вами встретимся уже в том месте. Какая-то крутая штука есть. Это трубка. Вот. Еще прислоним ее. Ого! Вот интерактив это то, что мне нравится в этом музее. Давайте первое послушаем. Так, Дмитрий Донской, что он скажет? Это мой отец Иван Красный. У меня было 9 лет. Да, очень интересно. На место дело ставим. Давайте уже обходим. А вот, кстати, еще. Вот здесь вот находятся архивчики. Вот. Но меня интересуют больше не архивы. Стоп. А это что такое было? Можно трогать, пишет. Что здесь такое? О! Можно трогать остатки вот этого древнерусского сосуда, глининых горшков. Помню, это все-таки копия. Так. Открою. Узнаю, что такое остеология. Я хозяйку, что это такое. Ну, проверим сейчас. Ого! Это наука про Костя. Если так сказать побыстрее. Корпология. Что это такое? Родил ботаники, изучающие форму из трениплодов семян. Интересно. Ха. Носвачек. На самом деле, не носвачек. Это просто. Но очень похоже на носой. Да, как-то тут нас обсуждать в таком месте. Мне очень хорошо. Вот. Смотрите, есть реконструкция древнерусского сосуда. Вот. Но это очень нужно долго изучать. Вот. Если вы хотите, вы можете изучить. Можете отмотать. И вот тут вот есть, кстати, вот. Какая штука интерактивная. Аэрофотоснимок. Прямо со звуком. Мы еще не все посмотрели до конца. Вот. Крепость. Пристань. В общем, тут как-то все это они узнали. Устинский археологический комплекс. Весна 2016. Вот что мы видим. Лошадки. Не знаю, лошадки пойдут или нет. Не знаю. Там вообще ночь была. Петухи там допили. А теперь ночь. А теперь ночь. Ну да, ночь. Ладно, идем вот в ту вот сторону. Там у нас должен быть по-моему осмотр продолжаться и в скором времени уже заканчиваться, как я нашел. Можно увидеть, как выглядит прицепотная краска. Круто. Сейчас посмотрим глазками, что тут такое. Глазами это тоже прикольно выглядит. А вот тут камера. Как она передаст. Еще вот под микроскопом выглядит. А что это, кстати? Дуб. Так, дальше. Прикольно. Под микроскопом это все выглядит очень-очень круто. Вот поэтому мне такие интерактивные штуки нравятся. Как? У меня единственный вопрос как? Это тут лучшее место для просмотра в роде. Ну, встанем сейчас. О! Я встал тут такие сразу. Выстал с какой-то рекламкой. Хотя не рекламкой, это современный ландшафт. Куликово поле. Куликово, вернее. Вот. Ну, ладно. Отойдем отсюда. Тут тоже очень долго будет показываться. И я не думаю, что будет это прямо интересно. Полет стрелы 30 метров. Подними голову, посмотри вверх. Да. Смотреть-то там в принципе нечего. Полет стрелы. Очень интересно, кстати. Но... Но я мало что разбираю. Да. Это просто мой устроенный музей. Очень интересно, но не интересно. Вот. Открой и узнаешь. Ну, чего? Давай узнаем, что тут такое. Что это за хрень? А, замки. Круто. Тут клещ есть. Подковка есть. Прикольно. Тут тоже самое. И... Ого! Здесь уже я смотрю то, что металлоискателем искалось. Вот тут вся инфа есть. Так. Тарутинское сражение. Так. Смотрим, что тут дальше есть. Знаменитая пушка. Ни хрена себе. Это немецкая полевая гаубица Сиг-33. Это знаменитая пушка Лендера образца 1915 года. Ни хрена эту пушку разорвало. Ее жены крутят. Ну, это, конечно, просто жесть. Это просто жесть. А это бой за высоту длинная. Высота длинная. Ох. Я просто угораю с этого всего. Ну, ладно. Смотрим. Я ничего не понимаю. Да и понимать тут мне ничего не надо. Но тут вот уже гораздо интереснее. Здесь интерактив. Великое княжество Московское год смерти Дмитрия Донского. Смотрим. Каким же оно было? Всего-то навсего. А, нет. Ну, конечно, Московское. Великое княжество. При Василии Третьем. Ого, как Василий Третьев. Тут все бедил. Охренак. Такой. Василий Третьей. Хитрый чувак. При Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Так. Круто. При Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, ты меня тут не пугай. При Петре Первом. Я боюсь смотреть. Закрой глаза. И Mother of God. Ничего не изменилось. Смотрим дальше. При Екатерине Второй. Она там навоевала дофига всего. И на карте это видно. Теперь при Николае Втором. Российская империя. Ну вот. Вся империя была завоевана при Николае Втором. Гордитесь им. Ну что ж. Здесь я вижу уже конец осмотра, выход сувенирной магазины. И здесь, давайте, вот такая вот штука. Есть вот такой вот мемориал. Можете посмотреть. Это Александра Блока. вот. Вот, как видите, мы тут военные проходят. Да. О, прям круто. Вообще классно. Ну что ж, я думаю, мы по музею уже ходить не будем. Сейчас мы пойдем на смотровую площадку. Смотрите. А что у нас здесь? У нас смотровая площадка тут. Лифты. Ну я их не мог не заснять. Я думал, сразу сниму смотровую площадку, но тут лифты. Оф Год. Это так классно. Лифт, лифт. Сейчас проверим. Прокатимся на нем. Как видите, он вот сюда к нам едет на первый этаж. Вот. Тут всего два этажа. Ну и между ними довольно хорошая разница. Вот. Не знаю, метров 20 может быть. Первый этаж. Первый этаж. Давайте побыстрее пацаки заходим. Как тут круто. Можно вентиляцию вырубать. О, прикольно. Я так мечтал понажимать. Все тут прям круто. О, здорово, ребята. И вот. Вот она. Выходим сюда быстренько. Ребята, вот. О, бинокль свободный. Ребята, бинокль свободный. Сколько он стоит? Надеюсь, он не так дорого стоит, как я мог предполагать. с единым билетом. Ах вы ж лицемерные мрази, вы только с единым билетом. Да, без единого билета, бля. извините. Я посмотреть ничего не смогу. Но, в принципе, у меня вот тут зон есть. Поэтому, что муту, я смотрю. Давайте наверх, быстренько, наверх, наверх, наверх. Наверх, наверх. Там самое интересное. Это так круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О-о-о-о-о-о! Как же я устал! Просто капец как устал! Вот. В общем, мы были в музее. Мы в этом музее ходили, ходили, на смотровой площадке были там. По-моему, беды часто бродили по окрестностям. Вот. Сейчас у меня уже мешки под глазами небольшие даже видны. О-о-о-о! Все! Спать! О-о-о! Па-а-ак! Мой! Да, это просто кайфово! Наконец-то, наконец-то я могу нормально поспать после того, как мы шесть с половиной часов ехали по этой какой-то отбитой трассе вместо того, чтобы нормально ехать по скоростной М4 Дон. Мы ехали по М5 Урал, затем сворачивали на какие-то другие левые трассы. Зачем? Неужели тебе так сложно заплатить? Папа, неужели тебе так сложно заплатить рублей 200, чтобы проехать по М4? Ну, Папа у нас очень любит экономить, поэтому уж как есть, так и есть. Изменить его решение нельзя. Ну, что сказать? День прошел очень круто, музей оказался нереально интересным, я думал, вообще хрень окажется. Вот тебе здрасте! Музей оказался просто о! Просто просто бомба, а не музей. Ну что, вот тут у меня свой уголок есть, обосновался, тут в историях ВКонтакте у меня всё-всё подробно описано, ссылочка на мой ВКонтакте есть в описании к моему каналу. В этом видеоролике описания не будет. Тут у меня стул есть, моя изъяжда на этом стуле, здесь у меня вот квитя, ага, серьезно что ли? Ну что я думаю? Я думаю, завтра нужно снять ещё материал, только не очень много, так как у меня уже наснято материал на 27 минут, вот, я посчитал. Я часть это буду удалять при монтаже, думаю, сократить видео до 20 минут, но монтаж будет очень долгим, и обработка, наверное, будет всю ночь занимать. На моём-то слабеньком компоктере. Ну что, какие у меня планы на завтра? Мои планы на завтра поехать в заповедник Галича гора и в сафари-парк Кудыкина гора. Многие спрашивают, куда ты едешь, куда ты едешь? За Кудыкиной горы. Я поеду туда, за Кудыкину гору. Там реально очень много животных, прям такой не зоопарк, реально сафари-парк, вот как в Приморском крае Тиграмур и Козёл Тимур. Ну так и тут, только каких-то животных там особенных я не знаю, никто не знает. мы поселимся в новом гостевом доме. Да, жаль покидать такой хороший домик, но ничего не поделаешь. Но зато мы там будем 4 дня и можем уже нормально, реально нормально отдохнуть, так как тут мы подъём 8.15 выезд у нас не позже 9.30. Сегодня мы сами планировали вообще 7 выехать из дачи, но к сожалению, к великому моему сожалению, мы выехали 8.30 на полтора часа опоздали. Ещё 6,5 часов шлялись по этим дорогам. 8.30 плюс 6.30 15.00 15.00 Вы это себе представляете вообще? Ладно, 5 минут рассуждаю о том, как мы плохо ехали. Но зато закат был просто превосходный. Я на своей колоночке JPL слушался музончик спокойный. Ох, как это было класса. Слушал музон, кайфовал, никакого человека мимо не проходил, крутился свой спиннер и деградировал дальше. Но спустя часа после прослушивания я сказал, а не пора ли домой? Чё-то как-то холодно. Ну, я пошёл домой. Ну, в общем, мы поужинали, теперь пойду мыться и, наконец, спать. Увидимся, я думаю, уже завтра. Эй, йоу, привет. Подойти в Галичу гору мы решили посетить вот такой вот монумент в честь победы Дмитрия Донцкого над татарами. В общем, очень прикольно, очень круто. Выполнен монумент реально достойно, так, качественно. Его отреставрировали совсем недавно, в 2007 году. Она завершилась, сама реставрация, совсем недавно. Жёстко осознавать, тяжело как-то создавать, чтобы всё это было 10 лет назад. Верните, мой 2007-й. Тут как бы смотреть-то нечего. А разве что только смотровая площадка с камнем памятным. Но вот сама колонна, она реально внушительная. Вам, наверное, не видно, потому что я сейчас не долго снимаю. Вот сейчас я вам покажу уже в полном размере. Вот она, вот она. Как видим, здесь есть вот такая вот наверху установка, купол и крест. И снизу основание массивное. Вот такая вот красивая колонна. И вот здесь мы видим памятный крест. Здесь мы видим памятную доску, на которой изображен строй нашей армии в тот момент. Вот тут вот пролегает дорогу. К сожалению, произошел довольно глобальный обломус. Как вы можете заметить, вон в той стороне есть скалы. Скальной массив. Вон где-то там. Вон там вот. Там есть скалы. И там увы, вход запрещен. Тем более мы находимся на другой стороне реки Дон. Вот тут вот люди есть, которые купаются все. Но понимаете, перейти эту реку, переплыть мы как бы не можем, потому что она довольно широкая для того, чтобы нам ее переплывать. Да и вообще там нет места, где можно ее можно высадиться. кстати, тут Бобик гуляет какой-то. Видите? Ну, в общем, тут нам идет, наверное, нечего. Только покушаем. мы уже отправимся на Кудыкину гору. Привет, 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 ребята. Ну, наконец-то мы заселились. Вот он, домик. Смотрите, сейчас я зайду вот сюда вот. Видите, домик довольно в современном стиле сделан. Вот здесь вот есть места для отдыха. Вот там гамак даже впереди есть. Сейчас мы будем уже заселяться, я вам покажу сам дом. Короче, вот тут мы будем спать, вот это мой братуха. Здорово. Че, не здоровьешься? Привет. Да не бомбит у меня! Камера боится. Вот тут, короче, наше окно. Смотрите, видите? крутой вид наша машина, моя легендарная кепка Don Pushi, в общем, сам домик. Вот здесь вот есть стол. Так, а вот тут наша кухня расположена с инвекционной плитой, ну, фиг знает, как называется. у нас, ну, вы сами поняли, что у нас тут. И такой душ компровизированный. Вместе с окном, кстати, что необычно. Так, ну, давайте отсюда пойдем, а то тут все голосят. Человек такие голосят, говорят. Это все моя семья. Ну, ничего не поделаешь. Тут мусорка здесь. Вот, короче, такие вот у нас гостевые дома. И есть, смотрите, есть, мангальчик. Можем пожарить мясо. Смотрите, даже, вот. С реальным термометром мангал. Круто. Ну, тут, видите, место есть для отдыха. И в том числе вход в речку. И вот тут гамак. Вот. Ну, что, сейчас будем делать фотки и добавлять в историю ВКонтакте. кстати, ловит хорошо Wi-Fi. Хотя, гостевые дома от самого парка удалены. Вот, примерно на такое расстояние. О, вон там вот. Педнеется основная часть парка. вот там вот она. Ну, что, давайте мы тогда заселфимся тут и заселимся. Ну, в общем, ребят, давайте, до свидания. доброе, доброе, доброе утро, друзья. Вот уже новый день. Сегодня у нас какое число? Так, по-моему, у нас 18 июля, если я не ошибаюсь. Да, вторник. Вот, мы проснулись. ночью, видимо, был дождик, так как тут все мокро, и здесь тоже все мокро. Ну, вот тут вот все на этом стульчике мокрое, тут мокрое, везде мокрое. Ну, тут еще фонарь горит, который горел. Который горит обычно вечером. Ну, вот, со стороны солнца все высохло, как видим. Вон там основная территория парка, как видите, я не буду так громко говорить, потому что там могут еще спать люди. Время сейчас 7.40, вот, поэтому я особо громко не буду говорить. Так вот, вчера я вот тут вот тусил с колоночкой, молдончик слушал, радиус ужин, короче. Вот, и сейчас наш ультрасовременный домик сейчас наш ультрасовременный домик освободился от одного человека, этот человек я. В общем, сегодня мы скорее всего пойдем поедем в Ли... Ну, не скорее всего, вообще, мы поедем в Елец и посмотрим там несколько храмов и соборов, монастырей, ну, так сказать, самые первые достоверные жильности, которые приходят на ум, это там всякие церкви. Ну, посмотрим, осмотрим, что там. Ну, я вам уже, наверное, покажу, когда мы сюда вернемся, какие тут кафешки есть, и, может быть, даже тут искупаюсь. Не знаю, это, наверное, будет уже в следующих видео моих. Вот. Ну, в принципе, пока что все хорошо, утро доброе. Правда, в некоторых местах оно не очень-то уж и доброе, но ничего страшного. В общем, встречаемся, наверное, уже, когда будем кушать. Когда будем кушать, кушать, кушать в нашем кафе. Ну, или, если мы животных до этого будем осмаривать. В общем, все самое интересное, что я найду, я вам прям сразу же покажу. Не буду вам показать нашу поездку в Елец. Я на Варгурской скаку. Вот здесь вот очень крутая обрывка, как видите, вот, можно спуститься, но это уже с другой стороны. В общем, здесь очень круто, и здесь можно крутой селфица забабывать. Особенно на этом фоне. В общем, все очень круто. и здесь не в общем, начиная В общем, друзья, снова всем привет. К сожалению, сегодня мне не удалось посетить город мастеров и кафе Черная Жемчужина. Мы посетили кафе Сава, детскую площадку, обошли город мастеров стороной, погуляли, даже поплавали целый час. Ну и сейчас я записываю видео. В общем, мы планируем через два дня поехать в Воронеж. Ну, послезавтра поедем в Воронеж. В Воронеже два дня пробудем, а после него поедем в Дивногорье. Дивногорье – это такое интересное место, где находятся меловые скалы. В одной из скал вырублен храм Престой Богородицы. В общем, там куча всяких религиозных сооружений. И я думаю, я смогу пойти и показать вам это красивое место. Там очень красиво, судя по фотографиям, которые я нашел в интернете. Да и вообще... Даже без интернета, я думаю, это место будет очень-очень крутым. Поэтому встречаемся, наверное, уже в Воронеже. Не-не-не. Ладошкой я по камере стучать не буду. Просто давайте все... Всем пока. Я приехал в торговый центр, сейчас идем в Воронежский океанариум. Погнали. Короче, тут снимать запрещено, поэтому я буду очень тихо шепотом говорить. Вот первый океанариум. Первый аквариум. Сейчас пойду показать вам другое. К примеру, вот. Буду осматривать. В океанариуме также есть еще и обычные животные. К примеру, вот. Это животное очень интересно. Называется оно фенек. Или фенек. Встречались... В общем, вот про него вся инфа. Можете посмотреть. Встречается в Африке. Итак, при дальнейшем осмотре, вот, тут уже говорить можно, когда охранник... Охранница не смотрит. Я отвернусь даже. Видим, здесь есть сурикат. Они прячутся от меня, так, наверное, боятся. А хотя нет, вовсе не боятся. Смотрят, любопытствуют. Хотя, ну, что это такое? Снимает их. В общем, идем дальше. Вот тут уже открытие аквариумы. Смотрите, здесь рыбка. Вот еще рыбки. Куча рыбок. Куча, куча рыбок. Идем дальше. Смотрите, какая гигантская здесь рыба. Это, по ходу, сон. Да, так и есть. Это сон европейский. Он очень огромный. Просто гигантский. Сонышко. И вот остальные рыбы. Так, а вот тут у нас плавает сибирский осетр. Вот он большой. А это у нас, по ходу... Так, это у нас сибирь. Вот вам инфа про нее. Идем дальше. И вот перед нами прицелет большой аквариум. Даже тут шоу, наверное, показывают. Смотрим, что есть здесь. Ого, как круто. Здесь плавают рыбки. Рыбки, рыбки, рыбки. Вот. Здесь тоже, как видим. А, это камень. И вот проплывает рыба. Сейчас узнаем, как же называется эта рыба. Северный, дальневосточный морской котик. Смотрим. Смотрим, что тут есть. Ага, что-то как-то его плохо видно, но... Вообще, честно говоря, не особо так важно. Вот тут вот дети рисовали рисунки. И смотрим, что у нас еще один за океанариум. И вот океанариум. Аквариум, точнее. Че я все время говорю о океанариуме, с аквариума. Вот в этом аквариуме расположена, так по-моему, такая белая рыба. Такая премиальная. Сейчас узнаем, что же она... Какое же ее название будет. Вот, эта рыба называется пелядь. Обитает в бассейнах рек Северного Ледового океана от Мезини до Колымы. Смотрим, что у нас тут есть. Стекло очень толстое. В общем, как видим, тут все так герметично. Идем дальше и смотрим, что есть. А кто это у нас тут плавает? Похоже, что это пингвинчик. Ну, может быть, я не особо шарящий. Врая ли это пингвинчик. Но сейчас мы узнаем, кто же это. Как видите, действительно, это пингвин перуанский. И вот здесь, кстати, верхняя часть. Я туда забыл залезть, посмотреть. Вот, пигвины, вот как плавают. Очень интересно. Так, тут находится у нас краб камчатский. Вот он. Он очень так медленно двигается. Я считаю, вообще не двигается. И вот он двигается своими клешнями или чем-нибудь там. Дальше. Видим, здесь у нас электроскаты. И другие рыбы. Идем дальше. Итак, тут мы видим шин-шилу. Что мы видим тут дальше? Это у нас попугай. Интересно, какое у него название. В общем, это коррелла. Такой необычный попугай коррелла. Я сказал, что это вообще не шин-шилу, а кенгуру. Бенетта. То есть тут австралийские, я смотрю, животные. Вот Южная Америка, Австралия. Страны Южного Полушария. Идем дальше. А вот здесь у нас куча-куча рыб. И опять же, какие же они здесь? Их тут очень много. И они все на кавказском, что самое сложное. И они все на латинском языке, что самое сложное. И идем дальше. И вот же нас встречают еще одни рыбы. Что же это за рыбы? Это пиранья. Вот как выглядят, казалось бы, такие страшные, ужасные пираньи. Ну а что у нас есть тут? Кто это? Это яванский макак. Яванский макак. Обезьянка, короче. И вот у нас еще одни рыбы. Проплывают перед нами. Вот видим гигантскую рыбу. И вот тут скай. У нас такое выражение лица необычное. Электрические органы. Очень огромный скай. А что-то так казалось у нас. Ну так и есть, да. В том числе и при съемке на мобильный телефон. Стоит от 150 рублей. Но я не платил, поэтому пошли. Они все в баню. Что у нас есть вот в этом аквариуме? А вот тут у нас крокодиловый кайман. И вот же он тут у нас обитает. Хоть он слишком неподвижный. Да и рыба тоже. Как будто нарисованная. А тут черепашки. А что у нас тут? Здесь можно посмотреть фильм. Давайте это и сделаем. И вот наглазь нашей программы. Океанариум над потолком. Смотрим и любуемся. Вот он. Как это круто, ребята. Как это круто. Все. Просто четко. Мы вышли из океанариума. И мы купили себе... Ну, немножечко покушать. В ресторане грабли. Вот такой вот необычный ресторанчик. Сейчас мы все поедим. И поедем заселяться в нашу квартиру. Здорово, друзья. В общем, мы заселились. Сейчас идем в центр города смотреть, что там есть. Но в центре города там, в принципе, не особо интересно. А вот у памятника котенку на улице Лизюкова. Вот это легендарное место. Вот я думаю, каждый бы хотел там побывать. Мы там сфоткаемся, и я обязательно запишу видос, когда приду туда. Мы направляемся к легендарному месту. Это и есть тот самый котенок с улицы Лизюкова. Сейчас я вам его покажу. Вот это прикол, блин. Какая крутая бэха тут стоит. В общем, сейчас я вам его покажу. Прямо сейчас. Вот он. Вот он. Вот. Тот самый. Тот самый. Вот тут табличка такая есть. Эти братья Дикуновы, они воплотили мои мечты в реальность. Ведь это и есть тот самый памятник. Все очень круто. Вы думали, друзья, я сейчас окажусь. Сразу после памятника котенку. Куда я пойду, думаете? Сразу после памятника мы пошли в Макдак спать. Этым днем мы проснулись и поехали. Куда бы вы думали? Да-да-да. В последнюю нашу точку. Это Девногорье. И вот наш отельчик. Ну, мне очень нравится этот отель. Какой-то он немножечко старенький. Ну, немножечко старенький. Это я как-то даже перегнул палку. Это ебара древняя, блин. Полная жизнь. Ну, погнали, что ли. Посмотрим, вот сами меловые скалы в нашем Девногорье. Ну, погнали. Друзья, сейчас мы пойдем наверх. Вот наверх вот этой гигантской горы. Это и есть Дива, то есть меловые скалы. С другой стороны вот этих вот скал находится речка Дон. А вот тут вот, недалеко, как видите, железнодорожные пути, прям в трех метрах от меня. И вот, недалеко ездит поезд. Там как раз находится платформа под названием 143 километра. И вот она, такая маленькая платформа. Да-да, та самая платформа. Поднимаемся наверх. Идти, как видим, довольно долго. Вот там виднеется то ли смотровая площадка, то ли какой-то вырубленный очередной храм. Сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим, что там есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, ребят. Время 8.40. У меня еще гулз какой-то стал странный. Потому что я так рано проснулся. В общем, сейчас мы отъезжаем уже домой. Ну, может быть, где-нибудь становимся погулять. Сейчас мы собираемся. Поэтому, друзья, вот за все это время путешествия ни разу не случилось такого, чтобы я когда-нибудь менял, чтобы вы думали правильно носки. И носил одни и носил одни те же носки каждый день недели. Еще подводить итоги могу заметить, что я поднялся на скалу, которая на Варгольску. Одна из Варгольских этих скал называется Копченый камень. В общем, я поднялся на нее, и это оказалось восхождение второй категории. Ну, там бабулосы заплатили и поднялись. И жаль, что я это заснять не мог. Пел, это было так круто. Как видим, сзади меня сейчас тоже очень крутой вид. Вот там вот находятся все эти дивы. С той стороны уже другие места. Сейчас. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и все. Всем пока. Пока-пока.